Короче, у меня уровень няшности на нуле, так что будьте на связи сегодня по видео. Зачем это, Юмичу? У меня лично дела, видишь, я очень занята. Я иду сегодня шопиться в японский магазин. А я вообще-то собиралась снять летсплей по майнкрафту. Ну, как хотите, я-то думала вам тоже подарков прикупить. А, ну, хотя, в принципе, дело можно делать и по видеосвязи. А, ну да, я тоже вообще могу летсплей снимать параллельно. Ага, ну тогда я попала, будьте на связи. Софи, а ты попросишь себе японские духи? Кисалис, зачем мне японские духи? Потому что тебе надо подушиться. Зачем мне душиться? Ну, или помыться. Зачем? Потому что ты вонючка. А, не смешно, Кисалиса. Вонючка, лучше бы, Кисалиса, ты чем-нибудь полезным занялась. Например, попросила Мэджика поставить лайк на это видео. Я, кажется, уже вижу. Что видишь? Вижу. Что? Лайки. Я не понимаю, где ты видишь лайки? Под этим видео много лайков, очень много комментариев. Я нагадала. А, нагадала, да? Да, понятно. Видишь, Софи, ты чешешься. И что? Это значит, так и будет. Много лайков, комментов и подписок? Да. Или ты просто вонючка? Да ну тебя. Здрасте, я притупала в японский магазин. Эээ, а это еще что такое? Лестница двигается? Всегда знала, что японцы странные. Как мне по ней подниматься? Или это что, аттракцион какой-то? Ну и шуточки. Не, спасибо, конечно, за развлечение, но я уж как-то лучше по лестнице для обычных людей. Ну что ж, начинаем наш шоппинг-хоппинг-поппинг. О, сколько тут отделов. Я тут всю жизнь проведу. Как бы мне весь магазин тут не скупить. А что, на тележке денег пожалели что ли? Начнем с отдела игрушек. Надеюсь, не, хватит этой малюсенькой корзинки для всех наших покупок. Так, какие-то утки в фартуках, утки-повара. Не, Софи, может ты хочешь розовую какашку-единорога? Себе какашку купи, Юмичу. О, киса-лиса, я нашла тебе рыжего-жирного тигру. Похоже на тебя. Я не рыжая и не жирная. Ясно? И вообще, у тебя там что, всего-то игрушки что ли, а? Ага, три. Если бы. О, тогда найди мне что-нибудь моего любимого сиреневого цвета. А мне что-нибудь розовенькое. Так вот же, Софи-сан, тебе я нашла свинью. Юмичу, ты что, издеваешься надо мной? Почему у меня то какашка-единорога, то свинья? Можно что-нибудь нормальное? Это слишком няшно, это яичница. Может тебе розовое мусорное ведро, а? Юмичу, а ну покажи, что еще там розового есть. Единороги, котята. Киса-лиса, ну я попробовала что-нибудь сиреневое найти, но тут ничего нет. Только вот такой котенок в шапке свиньи-единорога. Может тебе вот того жирного кота в мешке? Хватит уже прожирных котов. Все, надоело. Не хочу больше игрушку, иди уже в другую отдел. Вот именно, давай нам другие подарки. Ну и как хотите. Так, сейчас, погодите, секунду. О, я нашла целый отдел моего любимого цвета желтого. И тут есть желтая какашка. А я вот, между прочим, к себе ее куплю, понятно? Мне кажется, это цыпленок. Да ладно, у Юмичу все какашка. Так, кажется, мне это тоже надо. Это будет моя новая желтая подушечка. Давай залазь в корзину желток. О, упоротая курица. Надо. Софи, я нашла то, что тебе нужно. Горстка, какашек, еще и в пакетике. Нет же, это кренделечки. Отстань у Юмичу. Трам-тарадам-там-там-там. Детский отдел. А тот был чей. Взрослый что ли? Софи, я нашла тебе розовый пьюти чемодан. Или кухню гламурную хочешь? Вау, я хочу себе такой гламурный ей розовый чемоданчик. Зачем тебе косметика, ты же не красишься. Ну и что? Хочу, 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 хочу. Он еще и на колесиках. Так что ты можешь с ним путешествовать. Классный подарок. Ну ладно, да, Юмичу. Но я хочу что-нибудь еще. Я вообще-то тоже что-нибудь хочу. Только полезное. Полезное. Как насчет котенка-космонавта в ракете? Нет. Свинья-пускатель пузырей? Нет. Водный пистолет в виде кита? Нет. Милые шапочки для котиков в виде разных персонажей? Да нет же. Тебе не угодишь, Киса, Алиса? Тут столько всего. Значит, ищи мне подарок получше. Лежанки в виде животных для твоей пушистой попки? А может быть тебе такую коробку купить вместо кошачьего туалета? Или непонятное яйцо, Хэллоу Китти? Софи, кажется, я опять для тебя кое-что нашла. Опять свинью, Юмичу. Ну ладно, этой хотя бы можно будет играть. Будешь рвать свинью на части. О, желтый сквиш и единорог. А это мне. А может мне купить себе желтую какашку-удиралку? И пакетики с контейнером? Софи, я нашла тебе ковер, Хэллоу Китти, розовый, как ты любишь. Не, ковер, наверное, перебор. У меня столько лежанок. Перебор? Я вот от желтой сумочки собачкой не откажусь. Пусть будет. Вперед. Ой. Полезай в корзинку. Ой. Да что такое? А ну сиди тут. И кошелечек вот такой мне пригодится. Позитив. А Софи возьмем свинью. Ю Мичу. Может еще тебе такую вот огромную и толстую? Или свинку-пчелку. А Кисси Алисе упоротую курицу-мухомор. А мне банан. Упоротую курицу-мухомор? Я не хочу. Алис, соглашайся уже на что угодно. О, бандана для Софи. Фокус-фокус. А вредной Кисси Алисе до сих пор подарка нет. Это все потому что ты плохо ищешь. Да что вы говорите? Я тут весь магазин перерыва. По всем отделам хожу. А тебе все не угодишь. Ю Мичу, сейчас я тебе все объясню. Смотри, тебе нужно быть активной. Бегать и проверять каждую полочку. Смотри как надо искать. В одну сторону пошла посмотрела. Везде там все проверила, перерыла. Каждую вещичку потрогала. Огляделась хорошенько. На каждую полочку заглянула. Цены сравнила. Цены сравнила, в голове держишь, все запомнила. Потом уже будешь выбирать. Когда вернешься к тому, что запомнила. Потом пошла в другую сторону. В другом отделе прошлась. Вокруг себя покружилась. Если ничего не нашла, пошла в следующий отдел. На высокие полки тоже надо заглядывать. Учу тебя как надо ходить по магазинам. Я вот всегда так хожу. Посмотрела на высокую полку. Если что там обнаружила, надо залезть. Хорошенько там все повыбирать. На нижних полочках тоже обязательно все проверить. Твоя задача это внимательность. Внимательность наше все. А еще нюх. Ты же собака. Точнее, ну ты покемон, но ты собака. Поэтому обнюхивай все везде хорошенько. Если тебе кажется, что ты чего-то не видишь, значит это ты чего-то не видишь. Но оно на самом деле существует. Самое главное в вопросах поиска это тщательность и внимательность. Даже если тебе кажется, что ты проверила уже каждый уголок, что ты проверила каждый отдел, каждую полочку, все равно надо еще раз все хорошенько перепроверить. Заглянуть в каждую дырочку, в каждую щелочку. Тогда ты обязательно найдешь то, что ищешь. А если ты не совсем знаешь, что искать, то ты все равно найдешь то, что тебе нужно. И не забывай использовать не только нюх, но и зрение. А еще интуицию. Зрение подскажет тебе только куда двигаться, если тебе нужен определенный цвет. А вот запах тебе подскажет, из чего сделан предмет, который тебе нужен. А интуиция поведет тебя туда, куда тебе нужно на самом деле. Слушай свои основные инстинкты и никогда себя не предавай. что твое внутреннее чутье подскажет тебе правильный выбор лучше всех. Даже лучше нас. Поняла? О да, мой сенсей, мой учитель. Только если я с такими советами буду каждый раз ходить в магазин, то я буду полдня в каждом магазине проводить. Пока все пройдешь, посчитаешь, запомнишь и вернешься. Ну ладно, буду слушать свою душу. Моя душа подсказывает мне, что мне нужно купить эту желтую ложку с миньоном. И мимимишный ланчбокс. Ладно, откажу душе от этой коробочки. А Кисси и Алисе вилку и ложку с лапками. А может быть ты хочешь чашечку с единорогом? Опять единороги. Я хочу другой стакан. А, другой стакан. Ну, хорошо. Смотри, какая киса с блестками. Всего один подарок у меня. Может, зубные щетки с лапками? Не хочу. Может, набор для бритей в виде цыплянка? Юми. Банное полотенце в виде банды? Не-а. В виде медведей? Нет. В виде цыпы? У-у. Уточка? Нет. Свиня? Нет. Белочка? Нет. Арбуз? Нет. Клубничка? Нет. А я себе жутово возьму. Пригодится после купания. О, какая няшность. Божечки-кошечки. Столько всего классного коричневого цвета. Может, не мой любимый желтый. На какашечный поменять? Киса, Алиса, а как насчет няшной мочалки? Ты же у нас очень любишь мыться. Смотри, какая милота. Издеваешься надо мной, да? А я вот тебе желтую собачку-мочалку возьму. Если в корзинку поместится. Только вот не знаю, как его выбрать. Вот такую вот в платьице или вот эту? Ладно, возьму, наверное, все-таки пацана. А ты вот зря от мочалки отказалась, знаешь. Арбузик, ананасик, миляшка. Я нашла. Нашла? Да, нашла тебе супер подарок. И он твоего любимого сиреневого цвета. Носки. Себя, Юмичу, носки купи. Мне, по-твоему, куда надеть этот носок? На себя? Целиком? Не, ну тебе, Киса Алиса, ну вообще, ну не угодишь прям. А хочешь маску для сна? Нет. Смотри, сколько классных цветных брелков. Не хочу. Алиса, ну правда, стакан тебе купили, носки купили. Че-то недовольно-то. У вас вон сколько подарков. Я тебе боксерскую перчатку Халлокити куплю. Хороший массажер. Сделаю тебе массаж. Алиса, соглашайся. Нет. О, че я нашла? Кипарик себе желтый. Алиса, тебе надо расслабиться, чтобы тебе проветриться немножко. Купим тебе вентилятор с рогами. Себе рога купи. Софи, смотри, это же твой рабочий стол. Розовая клавиатура, ночник, мышка. Няшные наушнички. Ого, прикольно. Алиса, я нашла кое-что сиреневая. Солнечные очки. О, неплохо. Уф, наконец-то. Не нуди. Не нуди? Так это ты, киса Алиса, нудишь весь день, пока я в магазине. Вот тебе еще спасательный круг куплю. В отпуск поедешь. Наушники в самолет. И набор для стрижки когтей с собой. И горшок с морковкой в придачу. Ну, ладно. Фух. Я тебе и сумочалку котика все-таки купила. Ну, мы и закупились. Целая огромная корзина. Пошла я на кассу, короче. А ты пока подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. И иди скорее на наш канал Magic Family. Смотри там новое видео. Классное. До sculpture. До horной.